дорогие друзья мы сегодня приехали в зоопарк погуляли зоопарке ничего не снимала зоопарке так как как всегда зверьки в основном мы были просто на и на игральной площадке но нас сейчас быстрый такой ливень прогнал площадке детской и сегодня опять то солнышко тут видите за меня тучки то то хорошие такие большие радуги короче такая погода то так то всяк сейчас мы едем ресторан я начинаю с этим видео новый влог у нас выходной сейчас проводим все семьи время вместе так как мой муж не всегда дома мы все рады что все вместе можем время провести да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Делала и уже интересно, что у нас урожай есть. Первый свеженький такой лучок. Можно уже срывать, на салатики делать. И пошло дело тоже. Вот уже пошла малинка начала почки распускаться. Уже розы вовсю пошли. Кое-какие кройтеры выжили. Что нет? Надо вот сейчас будет хорошие теплые дни. Без дождей буду я. Дима Торзок Вообще уже что? Вот сейчас пошла камеля расцветать. Ненадолго мороз стукнет, но все отвалится. Вот так. Такая ситуация. Здесь этот стоит. Его сюда вообще не нужно. Нужно обрезать. Это было базилик прошлого года. Кот у нас гуляет во все здесь. Дима Торзок, что здесь? Бомбит, да? Лили бомбит. Лили бомбит. Да? Бомбит что-то там на ее кухне. Вот такая у нас кухня старенькая уже. Но у нас день рождения намечается. Ага. И надеюсь... Мама, я здесь крючок варим и собрал. Окей. Потому что это будет... Это будет реально глоткое варе. Угу. Мама, всё варим. Всё мокрое. Температура поднялась ночью. Я не знаю, что произошло. Вчера зоопарки были и всё нормально. Кашля нет, носка нет. Просто температура поднялась. интересно что я хотела рассказать насчет кухни уже насквозь она размокла вся уже конечно мы прошлом году еще спасали внутрь ставили в домик но она и они уже летом разбомбили хорошенько но если честно они играются вот регулярно в эту кухню и то что на улице они что только на улице не делают вот эта кухня всегда в ходе идет и они всегда в ней копаются играются и подружки приходят тоже они сидят вот что-то мазюкает мягкую это всегда в воде в этой да реально скажу что все играются в эту кухню поэтому мне большое желание было от моего папы более побольше кухня посолили сделать потому что это два года продержалась лили канцеля спит и на не дайфм для запах или балуется кота дразнить палкой нашла сейчас мы ходили на площадку нашла и вот играет с котом я ей говорю что надо все почистить уже зима прошла и говорю что вот кухня такая нужная вещь у детей не говорю ее уже ведь дерево рассохлось размоклась два года назад покупали за 50 евро в лидле по моему дарила бабушка и на день рождения и она круглый два круглый кода в ходе у нас и реально пользуется что сказать вот так могу сказать насчет этого сейчас такой у нас прогулочка маленькая на свежем воздухе хочу весь день дома сидеть погода то солнце то дождь и вот кот тоже на радость гулять пистолет достала свой сейчас будет кота гонять то есть не смазали ли нас пошла бандитка воду только давай ушла же воду ведь себя обойдет и всех обойдет ужас лили вот пошла залезла воду достала или дуэскать нас ай нам гестерок на гауза сейчас домой пойдем обмокрится уже все мокрая пожалуйста температура воде плюс кица зимой вот так же же все мокрые вот так же у нас все все мокрое но они следом делом и моется Дорогие друзья Нужно приготовить обед Сегодня будет суп Все заказали суп Лили температурой Суп полезный, нормально будет Нарезала я здесь Курочку нарезала И у меня были Овощи Я взбила Размельчила На термомиксе Как всегда я это делаю И в основном я готовлю в термомиксе Суп В прошлый раз я по-быстрому сделала В кастрюльке По-быстрому сделала суп И все запросили Теперь только суп из кастрюльки Им понравился больше в кастрюльке суп Вот так у меня мелко получается Сбивать Супенгрен Прям на кубики маленькие Совсем мелко-мелко Не на сок, не на пюре, а на кубики И сейчас Вот это я сейчас Одну часть использую Как зажатку А другую часть Я отправлю В морозилку И у меня всегда Теперь вот из этого Сейчас что у меня Посудомойка И всегда будет у меня Заготовочка Которой могу пользоваться И всегда В любой момент Могу достать Сделать суп Даже если у меня курицы нету Я беру эту заготовку Добавляю чуть-чуть бульон Овощной Инстант Вот такой у меня Я кстати могу посоветовать Очень хороший бульон Из Ирика Альнатура Не знаю где еще Альнатура есть Но очень хороший бульон Потому что без всяких Пальм-эллов Без всяких добавок Внутри Реально Стопроцентные Все Туты Отмазываются Индегриенты Без всяких добавок Здесь Стоит везде Оно цукор Цузац Оно пальм-элл Самое главное Без вот этого Кокосового Пальм-элла Знаете Что я говорю Наверное Без всяких добавок Скажем Ну и сейчас Я быстренько Отварю Это все Рапс Рапсовая Маслечко Чуть-чуть Добавлю До зажарки И отправляю Свою Все овощи Сюда Закидываем Быстренько На 2-3 ложки Где-то И сначала Я сделаю Зажарку Потом Заливаю Водой Потому что Как делала Я в термомиксе Ну вот Примерно Такие 2-3 ложки Закидываю И сначала Обжариваю Здесь и лук Уже размельчен И порий лук И И морковки Достаточно Там И Петрушка Чуть-чуть Зеленая Петрушка Была Так Сейчас будет громко Поэтому я Вернусь сейчас Мернусь Потому что Мне нужно Чайник Разогреть Вот Сделала Сейчас Согрела Слышали Да Зажарку Я сейчас Сделала И Зажарку Полностью Залила А водой Примерно Дожью Какой-то Выглядит Вот Зажарку Сделала Сейчас Даю Воде Закипеть Вот здесь Уже Получается Только Овощи Теперь Добавляю Две Ложки Чайной Бульончика И Потом Смотрю На стол И Добавляю Уже Курочка Варится Вот Пример Тыкву У него Всегда И Еще Теперь Дам Это Подкопить Чуть Раствориться Получается У меня Овощи Там Всегда Мелкие Внутри Находится Почему Потому Что Мой сын Не любит Когда Крупные Овощи В супе Дети У меня Любят Бульон С мелкими Вот Сейчас Закипает Вода И Я Добавляю Курочку И дам Десять минут Покипеть А потом Добавляю Еще Лапшу И даю Опять Десять минут Покипеть И у меня Тогда Суп Будет Уже Готовить Очень Быстрый Суп Куриный На Лапше Дети Макароны И лапшу Всегда Любят И вот Я курицу Свеженькую Куриную Грудку Всегда Водаю Я не Не вожусь Несколько Людями Всегда Одной Куриной Грудки Готовлю Супы Дети Любят Тогда Усне Им Так Как И Я считаю Что Тоже Вкусно Кашется Потом На столе Перец Обязательно Проверь Как только Курица Сварится Ну вот Друзья Сейчас Тебе Добавляю Сейчас Уже Соли Добавил Попробую На вкус Все Хорошо И Добавляю Сюда Теперь Такой Стаканчик У меня Макдональдерский От Кафе Макдональдс И я Им Всегда Меряю Потому что Я знаю Сколько Мне Нужны Лапши Полный Стакан И так же Рис Лапшу Я на ней Всегда Измеряю И сейчас Это Все Там Десять Минут Повариться И суп Готов Будем Вкусный Суп Скоро Запишет Готовый Будет Я хочу Вам Показать Что На данный Момент Я Какие Витамины Принимаю Я Каждый Год Делаю Витамин Кур И Витамин Кур Такую Профилактику Всегда После Зимы В январе В феврале Уже С января Начала Начало Января И уже Конец Февраля И все Уже Подходит Скажем Так К концу У меня Вот Такая Альга Это Этвесором Скапсон Это Я знаю Что У меня Очень Много Скапливается Воды И Иногда Опухшая Выбежу И Вот Мне Помогает Такая Штучка Более Не Менее На завтрак Я ее Выпиваю Даже Не завтра Когда Встаю С водой Выпиваю И Потом Где-то Час Жду До Завтрака Примерно Здесь Цинк Магнезии Кренберри Зафт Это Клюква Наверное Не Клюква Кренберри И Крапива Экстракт И Яблочный уксус Вот они 50 мг Одну Капсулу Утром Выпиваешь И Все На обед У меня Две капсулы Черные Вот Это Шватское Оэль Называется Черное Масло Вот Это И Здесь Недавно Мама Делала Видео Про Черное Масло Здесь Две капсулы На день Стоит Что нужно Одно Утром Одно Вечером Но Я принимаю Две Сразу В обед И Нормально У меня Все Подходит Такая Большая Пачка Очень Много Здесь От Марки Кройтер Хандель Занкт Антон На Амазоне Нашла Большая Банка Очень Много Капсул Капсулы Маленькие Могу Показать Одной Рукой Не Открою Момент Закрыла Хорошо Вот Такие Маленькие Капсулки Они Такие Совсем Кругленькие Маленькие И Каждому Ребенку Здесь Тоже Стоит Дозировка Поэтому Я их Взяла Дозировка Для детей Одна Капсула В день Здесь Для детей Одна Капсула В день И Здесь Одна Капсула Для детей А взрослые Две Капсулы Получается Это Около Тысяча Миллиграмм В день 500 Грамм Для детей Помогает От Всего Видео Мама Вы найдете Точно Кизель Это Принимаю Две Таблетки Вечером Две Таблетки Стоит С вами Отекли Капсул Тоже Две Таблетки Могу Разделить На день Но я Беру Две Вечером Сразу Это 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 Волос Здесь Кизель Эрдозелития Вот Миллиграмм И Биотин Витамин Д И Кальций И Чуть Такой Комплекс С Витамином Д Это Помогает Для волос И Для Ногтей Для Все Растет Хорошо Ну Вот Такой Мой Маленький Кур Для Всего И Хорошо Даже Переношу Это Просто Капсулы Глотаешь Никаких Кислых Невкусных Напитков Не нужно Пить Такой Маленький Курорт Для Себя Сделала С Капсулой Вот Такой У меня Завтрак Обед И Ужин Дорогие Друзья Хотела Показать Буду Сейчас Снимать Ногти Ногти У меня Уже Почти Две Недели Осталось Два Дня И Будет Две Недели Как Держатся Две Недели Почти Держатся И Уже Все Это Невоносимо Носить Во-первых Везде Цепляются Они Везде Воздух Попал Короче Больше Двух Недель Ну От силы Две Недели От силы Можно Поносить Вот Не Фокусирует Не Очень Так Уже Опрятно Выглядит И Буду Снимать Ногти Покажу Вам Сначала Такую Цветную Подкладочку Положим Положу Сейчас Что Нужно Для этого Снять Вот Такая Палочка Или Деревятная Палочка Которая В этом Наборе Набор Был Вот этот Кстати У меня Еще Пару Ногтей Есть Я Могу Использовать Второй Раз Обязательно Когда Первый Раз Я Клеила Сюда Я Первый Делала Половинки Только Вот Я Пробовала Один Раз И У меня Еще Есть Оставки И У меня Еще Есть Наборчик Красивый Рос Омбре Попробую Наверное Здесь Золотая Штучка Край Ну Попробуем Наверное Вот этот Раз Ну А Сейчас Надо Снять Ногти И Это Очень Легко Вот Из-за Этого Я Пришла К Этим Наклейкам Так Как Вот Это Типа Гелевые Ногти Когда Они Начинают Уже Ломаться И Не Хотят Это Примерно После Двух Недель У меня Всегда Любые Гелевые Ногти Так Так И Следующий Ход Пришлось Бы Это Все Спиливать Ногти Повреждаешь Если Ногти Поврежден Оставишь Все Поломается И Чтобы Прервало Конечно Дождь У нас Здесь Мешает Дождь У меня Дома Потому Что Два Дня Температура Ну Уже Завтра В садик Пойдет Так Просто Масло Можно Еще Конечно Посуду Пойти Помыть А Тогда Они Мягкие Будут Ногти Да И Ты Тоже Хочешь Мешать Мне Ты Тоже Будешь Мне Мешать Или Жалуюсь Что Тебе Лилия Мешает Тут И Вот Сделали Вот Такое Маслечко Простое Масло Ремоор Такое Ну Вот Сделаю Это Масло Сверху И Теперь Буду Потихонечку Это Масло Пропускать Под Ноготь Вот Такой Палочкой Мне Они Хорошо Сидят В этот Раз И Потихоньку Подвигаться Вот Вот Сейчас Они Растворяются Чуть Чуть От Этого Масла Масло Не Ацетоновое Простое Масло Какое Тут Даже С Витамином И С Витамичками И Вот Там Сейчас Чуть Пропитаться Маслом И Хорошо Кстати Хорош Крепко Держится Чувствую И Вот Снимается Только Вот Здесь У меня Сорвала Свой Ноготь Чуть Ну Слегка Сорвала Вот Здесь Свой Ноготь Крепко Держался Кстати Ну Слегка Повредила Значит Аккуратно Надо Чтобы Не Сильно Вытягивать Здесь От Слоек Своего Ногтя Посмотрю Еще Да Крепко Клеился Конечно И Здесь Сорвала Чуть Ноготь Ну Давай Не забыть Потому что У нас Здесь Еще Гель Был Сверху Наложен Здесь У меня Есть Какие Гелевые Тихоньку Нужно Открывать И Добавлять Масло Наверное Чтобы Не Сорвать Ноготь Ну Что Да Да У нас История Вчера Случилась Лео Домой Не Пришел Как Всегда Приходит Всегда В 11 Приходит И Спит Начали Мы Его Искать В Обед Нету Нету Кота Ищем Думаю Скорее Сего Его Где-то Просто Закрыли Да Вот Дин Ногти Его Где-то Закрыли Наверное И Заперли Его Не Видя Его Просто Там Заперли Наверное Ну И Короче Искали Мы Его Искали Не Нашли Вот Уже Муж Приехал Домой Домник И Начали Его Дальше Искать Его Не Было Потом Я Сказала Я пойду По дорогам Посмотрю Может Его Машина Все-таки Цапанула И Иду Вот По дороге Смотрю Здесь Недалеко Есть Главная Дорога Где Быстро Машина Более-менее У нас Везде В округе Здесь Все Тридцатая Зона И там Главная Тридцатая Зона Но все равно Ездит Леонай Игрушку Бумажку За это И Там Тридцатая Зона Этот ноготь Второй я сняла И Без всяких Побреждений Нужно больше Масла Пользоваться Вот здесь Маленькое Побреждение Есть И Вот этот Крепко держится Я его доклеивала И в этот раз Хорошенько Приклеила Крепко держится Лучше Наверное Посуду Пойти Помыть Сначала Прежде чем Ногти Вот И масло Должно Под низ Ногтя Попасть Чтоб Он Расклеился Ну и вот Нашли его Возле дороги Он просто Ни с того Ни сего Бежал ко мне И кричал Мяу-мяу И Что-то я уже Видела Что-то не в порядке И он Спотыкался И Когда подошел Я увидела Что у него Поврежденная Нога Не знаю Что произошло На носу Тоже Болячка И Лапка Наступить Не мог Передние Лапки И вот Отвезла Его в больницу К врачу Для зверей Врач У нас Специально И Что произошло Он Или с котом Подрался Или его Избили Кто-то Избил Все-таки Кто-то на него Покушался Могут и дети Быть Здесь у нас Есть кое-какие По соседству Живут Некоторые Такие люди Которые Цивилизацию Не знают Ну Жалко Конечно Котик Он Такой Добренький Да Но он Сейчас Последний Вот После этого Так Знаете Не совсем Добрый Ну Как он Добрый Но Не доверяет Тебе Получается Ты берешь Его на руки Он не доверяет Я не знаю Это Котом Подрался Или Его Просто Побили Кто-то Там Он же Добрый Идет Ко всем Ну Надеюсь Научился Ну Сейчас Он просится На улице А мы На улице Не можем Выпустить Вчера 188 евро Я за это Заплатила Чтоб его Сделали Снимок Ноги Все в порядке Слава Богу Не сломано Только Повреждено Что он Не может Ходить Ну вот Друзья Более-менее Снимается И Вот смотрите Хорошо Снимается Сам И вот Не нужно Ничего Не пахнет Этот маслом Ни ацетон Это Ничего Вот аккуратно Вот Снимаю Вот этим И вот Все грязь Собивалась Надо Сейчас Чистить Пойду Говорю Косуду Сейчас Помою И как раз Руки Вместе Раз Размякнуть Все Отлично И потом Сейчас Новый Маникюр Сразу Положу Ну Ты Прозишься На улицу Нельзя Тебе На улицу Нельзя Лео На улицу Он Просит На улицу Хочет А я его Сейчас Не выпускаю Он Хромает И нельзя Ему На улицу Когда Не знаю Что еще Не убежит Вовремя От машины Да Я знаю На улицу Нельзя Сегодня Нельзя Сегодня Нельзя Завтра Или со мной Пойдешь Сейчас Гулять Пойдешь Лещет Лещет Как бы Выйти Из дома Лещет Ну Вот Сейчас Сняла Ногти И так же Сделала Второй Руки Света Не хватает Чуть Чуть Ну Вот Отлично Снимается Все Такие Нокотки Были Более Менее Такие Знаете Они Упругие Внизу Есть такая Наклейка Цвет Дает А так Вообще Это гель Просто И вот Что мне Нравится Что их Просто Вот так Снимаешь С ногтей И новые Наклейки Положишь И очень Сейчас Хорошо Сформированный Нокоть Длинный Хорошая Длина Стабильная Здесь Сломанный У меня Был И вот Просто Классная Вот сейчас Если я так Оставлю Они у меня Сто процентов Поломаются Это уж точно Я знаю Поэтому Мне обязательно Нужно еще Вторую Наклейку Сегодня Поставить Не то Ногти Сломаются И вот сейчас Сделаю Вторую руку Да Я знаю Что тебе Не очень Прикольно Дома Одному Скучно Скучно Спасибо за субтитры